Продолжение следует... 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 И нам предложено, людям, врагам предложено вот такое условие жизни. Все тебе дозволено, все тебе позволительно. Живи, наслаждайся, ешь, пей, упивайся, все. Но думай только, а еще лучше, не думай ни о чем, а живи и развлекайся. Вот зрелище и хлеб, все, что может предложить врах рода человеческого дьявола. А духовные ценности, которые призывает церковь, о которых говорил наш Творец и Господь, они пренебрегаются. И, конечно, очень печально, что сегодня не просто это предлагается. Мы знаем, ведь история церкви знает существование подобных явлений в жизни человека. И церковь всегда говорила и говорит, это грех. А сегодня говорят, нет, это не грех. Посмотрите, у нас есть закон. И по закону теперь, оказывается, можно жить мужчине с мужчиной, женщине с женщиной. Оказывается, теперь это законодательно закрепляется как возможное нормальное сожительство. И, мало того, сегодня навязывается возможность еще и усыновлять, удочерять детей в эти так называемые браки. Я даже не могу их называть семьей. Их нельзя назвать семьей. То, что основал Господь, церковь, это ставит во главу угла. Вот это то, что нам даровал Господь, наш Творец. А то, что сегодня предлагается западными либералами, это не что иное, как богоборчество. И это богоборчество ведет в погибель каждого человека, который будет стремиться или будет жить по этим предложенным вариантам. Именно поэтому церковь высказывает такую озабоченность. И церковь в лице нашего первосвятителя и наших иерархов говорит, друзья, это грех. Ни к чему хорошему он не приведет. Вы погубите свою душу и погубите тех, которые будут видеть вас вот так живущих. И именно поэтому мы говорим, это грех, который ведет в погибель каждого, кто будет исповедовать или будет жить по этим либеральным предложениям. Ну и посмотрите, с каким насилием это насаждается. Мы же совсем недавно видели, как огромное количество жителей Франции выражали недовольство, негодование по поводу принятия такого закона. Вы посмотрите, как их уважают. Да их разгоняли полицейские трансбоями, водометами. Вот таким вот образом, вы понимаете, внедряется в жизнь так называемый закон. Очень печально, что это все происходит. Потом, спустя какое-то время, поулягутся страсти. Вот на это надеются и враг рода человеческого, дьявол, и его сторонники. Это все потом поуляжется. Потом это будет являться нормой жизни. Но идет, вот обратите внимание, планомерное, направленное стремление деградировать. Деградировать и ввергнуть людей в погибель. Именно поэтому церковь об этом высказывает свою озабоченность, поскольку церковь думает о спасении человека. Благодарю вас, Ладыка. И сейчас к ответам на вопросы наших зрителей. Татьяна, 52 года, спрашивает, как молиться за умершего некрещеного мужа? Вы знаете, мы много говорим и о тех, кто некрещен. Мы много говорим о тех, кто покончил жизнь свою. И у нас была такая, знаете, мысль, она известна людям, что о самоубийцах или некрещеных можно молиться дома. Вот там какую-то молитву прочитаете. Но на самом деле это не совсем верно. Вот такое пожелание, оно... Мало того, человек находится в шоковом состоянии, да, в горе, в печали. А ему еще и предлагают, вы побудьте дома, дома помолитесь. В храме о нем молиться нельзя. Так вот, подвижники благочестия говорят, что самая лучшая молитва – это в храме молитва. Молитва в храме, где молится вся церковь. И церковь, конечно, молится о всех, не делая исключения о тех, кто крещен, кто не крещен. Церковь молится, конечно, мы поминаем персонально только тех, кто крещен в православной церкви. Да, мы их поминаем, мы говорим, что вот это крещеный человек, что мы о нем молимся и будем молиться. Но обратите внимание, на их тенеях, в молитвах священнослужителей мы молимся от имени всей полноты церкви, о всех – о путешествующих, о недугующих, о страждущих, о находящихся на военной службе, на гражданской службе, о властях, о воинстве. Мы молимся о тех, кто сидит в темнице. Разве мы делаем акцент, крещеный, не крещеный, какого вероисповедания нет? То есть церковь молится обо всех, а Господь сам там управит. Господь сам знает, кого помиловать по молитве церкви, кого направить на путь истинный. Вы понимаете, какая заложена энергия вот в эти молитвы, да, в православной молитве, в православное богослужение. Конечно, надо идти в храм, конечно, надо молиться в храме. Приходите, молитесь в храме. Напоминать персонально некрещеных, к сожалению, нельзя. Самоубийц – ну, нельзя. Поэтому вы приходите в храм, молитесь так, как молится вся церковь. И Господь по вашей молитве непременно устроит то, о чём вы сами молитесь. И, конечно, когда мы говорим, вот в частности, об этом случае, некрещеный муж, совершенно другой разговор может идти от младенца, который умер, не успев дожить до крещения. Это ангел, о нём Господь позаботится. А у взрослого человека, конечно, у него была возможность креститься. Почему он не крестится? Мы не допытываемся до этого, и мы не вникаем, может быть, в эти детали. И они сегодня, наверное, и не нужны, эти детали. Господь сам управит. Но мы очень часто говорим и советуем. Вот те, кто хочет помочь своим близким, усопшим, даже не обязательно о самоубийцах, не обязательно о некрещенных, даже о тех, кто близок для вас. Вот моя благочестивая жизнь, моя праведная жизнь. Вот я, допустим, жил до вот этого случая какого-то, так, промежду прочим, заботился о себе, и вдруг меня потрясло горе, умирает близкий человек. Так вот, подвижники благочестия рекомендуют, а вот вы скажите, Господи, вот помилуй его, упокой его вселенных праведных, а я вот засвидетельствую своей жизнью свою любовь к этому человеку, свою преданность к нему, к тебе, Господи. И вот надо изменить свою прежнюю порочную жизнь, проводить праведную, правильный образ жизни, праведную жизнь, ходить в храм и молиться, жить по-христиански. И Господь увидит, посмотрите, как Он любит своего близкого. И Господь, конечно, и помилует того, о ком вы просите, и за кого вы просите у Бога. Так что самая лучшая молитва не келейная, не домашняя, а, конечно, церковная. Ходить надо в храм, делать надо добрые дела. У нас еще очень хорошая есть мысль творить дела милосердия, жертвовать. Господи, прими вот эту жертву, и упокой вселенных праведных вот такого-то, такого-то человека. И Господь действительно, Он милосердный, Он же всем желает спасения, поэтому, конечно, примет любую жертву, любое наше намерение доброе, и наше хождение в храм, и молитву в храм. Мария, 50 лет, каждый год просит священника отслужить панихиду на могиле мужа, а говорят, что обязательно надо заказывать поминовение в Печорах. Так ли это? Ну, вы знаете, в Ветхом Завете там действительно была самая важная и главная молитва, это на Сионской горе, вот, когда там был поставлен жертвенник всесожжения, когда там был построен храм, вот там считалось, что действительно самая важная и самая главная молитва, конечно, там. Но помните беседу Христа Спасителя, который, беседуя с Самарянкой, говорил, что наступят времена, когда вы будете молиться в Духе и Истине, не только на Сионской горе, а везде, в Духе и Истине. Господь везде и всегда слышит тех, кто к Нему обращается. Ну, и я думаю, что вот такая рекомендация молиться только в пещерах или в Печорах, ну, не совсем это правильно. Ну, что же сейчас со всего мира люди поедут только в Печоры молиться или в пещеры? Нет, это неправильно. Каждый храм – это место, где можно поминать, это место, где можно молиться друг за друга и за себя. Так что в любом храме. И не только один раз в году надо поминать усопшего желательно. Чем чаще, тем лучше. Помните, молитвой хуже не сделайте. Молитесь и Господь управляет. Ну, у нас очень много вопросов от зрителей телеканала «Союз», поэтому оставшуюся половину программы предлагаю посвятить им. Галина, 77 лет, Адыгея. Есть ли что-то промежуточное между Адом и Раем? Вы знаете, конечно, надо сразу же в первую очередь сказать, что вот тех понятий, которые были у людей ветхозаветных, да и надо сказать и в Новом Завете, да и сегодня у многих есть такое понятие, Ад и Рай. Надо сказать, что этих понятий сегодня, или этих мест сегодня не существует. Рай как таковой, там, где жил Адам и Ева, его больше нет и не будет. Ад, который был грозой для всех жителей Ветхого Завета, тоже нет и не будет. Господь после изгнания Адама и Евы из рая, закрыты были врата рая, и больше он уже в таком виде никогда возвращен не будет. Господь призывает всех в Царство Своё Небесное. Ада как такового уже нет, потому что Господь сошествием Своим в ад разрушил ад как таковой. Больше его нет. Сегодня, конечно, можно говорить и об Аде, и о Царстве Небесном, о Царстве Божьем. Ну, само название Царства Небесное свидетельствует о том, что оно где-то будет находиться вне земли. И, конечно, место, где будут пребывать грешные люди или те, кто отверг Бога, это тоже совершенно какое-то определенное место. Но где оно будет, это неизвестно. Мы знаем о том, что Христос Спаситель Своим ученикам говорил о том, что у Бога, у Отца Моего обителей много. И каждому будет определено место его пребывания. Мы с вами, друзья, должны прекрасно понимать, что наше миропонимание или наше понимание мира и загробного мира, оно не может сочетаться с нашей обыденной жизнью. Ведь мы живём на земле, и у нас есть своё земное время, у нас есть периоды года. У нас своя череда, в потустороннем мире этого нет, там совершенно другое. Апостол Павел говорил о том, что он был восхищён до третьего неба, и что он там видел. Око то не видело, ухо не слышало, и на ум человеку не приходило то, что уготовал Господь любящим его. И человеческим языком нельзя изъяснить то. Понимаете, совершенно будет другое измерение, будут совершенно другие ценности, о которых человеческим языком просто невозможно выразить. Но, конечно, как-то надо понимать. И поэтому нам Церковь говорит, что те люди, которые стремятся к Богу, они будут жить в Царстве Небесном. И так будет где-то в небесах. Но, знаете, я иногда беседую, особенно с малышами, с ними интересно разговаривать, потому что они по-своему это воспринимают. И вот они представляют, что если полетел на небо, то полетел. А ведь Земля круглая, а тот, кто живет там в Аргентине, он там внизу живет, он куда-то вниз улетит? У них понятия такие вот очень даже правильные. Вот одни, значит, кто живет на севере, улетит вверх к небу, а те вниз. А что же он в ад тогда улетит? Вы понимаете, это совершенно другие понятия, которые человеческим языком и понятиям даже человеческим нельзя изъяснить. И, наверное, именно поэтому Господь не открыл нам вот этой глубины божественного премудрости. Потому что сегодня, если мы будем рассуждать на эту тему, мы просто будем проявлять свое праздное любопытство. Но Господь говорил очень четко о том, что Царство Божие внутри вас есть. Друзья, вот оно где оказывается. Не надо летать в космос, не надо куда-то ходить. Царство Божие внутри вас есть. И поэтому Церковь предлагает нам единственный правильный образ жизни. Исполняйте заповеди Господние, живите праведно и свято. Все остальное Господь откроет. Вот это правильный путь богопознания, чистота жизни, исполнение заповедей и все остальное Господь откроет. Все, что необходимо будет для вашего спасения. То, как, так же, как Он открывал это и нашим многим подвижникам благочестия. Все будет открыто и необходимо для нашего спасения. Поэтому вы не волнуйтесь, Господь найдет место. Я иногда слышал, знаете, от людей далеких от церкви. Говорят, вы посмотрите, сколько жило людей на земле. Да, ведь миллиарды, миллиарды людей жили. Где они разместятся в Аде? Где это такое место найдется? Где-то найдется только место для Царства Небесного. Ну, знаете, друзья, конечно, это такой праздный, наверное, вопрос. Господь найдет, потому что если Он сотворил небо и землю, то, конечно, Он и определит место, где будут пребывать праведные и грешные. И я бы предложил не любопытствовать, чтобы это не превратилось в праздное просто любопытство. Живите праведно, свято, благочестиво. Господь все откроет. Евгений, 55 лет, Ленинградская область. Если венчание имеет вечную силу, почему люди разрушают семьи? Ну, во-первых, Евгений, никто не говорит о том, что венчание имеет вечную силу. Я первый раз слышу, так мы не говорим. Скорее всего, Церковь, обращая внимание на слова Христа Спасителя, который говорил, что Господь сочетал, то человек да не разлучает. Вот это не имеется в виду, что вот теперь сочетались, и теперь они будут жить вечно. Нет, Господь этим самым объяснял людям, насколько важно вот эта молитва или сочетание людей перед Богом, насколько важен этот семейный союз. Нельзя его разрушать. Господь именно вот призывал к этому. Живите правильно, живите честно. Друзья, семья — это малая церковь, как учит нас православная церковь, да? И нельзя жить вольготно. И надо понимать, что семейный союз — это подвиг, очень серьёзный подвиг. Вот. И мы для того, чтобы правильно прожить совместную семейную жизнь, спрашиваем у Бога благословение. Господи, благослови и помоги. Помоги нам помогать друг другу, помоги нам жить достойно, помоги нам рожать и воспитывать достойных детей. Вот. И вот в этом мы и спрашиваем благословение у Бога. А то, что расходятся многие люди, ещё тогда, живя на земле, Христос Спаситель говорил, когда его искушая, спрашивали, а позволительно ли разводиться с женой. И когда он сказал, что Господь сочетал, то человек да не разлучает, а тогда ему книжники говорят, а как же Моисей разрешил писать разводное письмо. И Господь ответил, по жестокосердию вашему. Вот, понимаете, по мере деградации, по мере того, как человек отходит от Бога, у него возникает множество других проблем, которые как-то надо решать. Вот. А если бы люди имели искреннюю любовь друг к другу, понимали значимость и значение брака или семьи, вот, тогда бы и не возникало вопроса о необходимости расторжения брака. Так что мы не говорим о вечной силе венчания, нет, мы просто и спрашиваем у Бога благословения на супружескую жизнь, чтобы она была достойная, богочестивая и на рождение, и на воспитание детей. Мария, 78 лет, Саратовская область. Она спрашивает, в каких монастырях принимают вечные поминовения? Вы знаете, я слышал и знаю, что в некоторых и монастырях, и даже храмах принимают, но я к этому очень скептически отношусь. Вот, я помню, мы еще в Печорах Псковских, когда я нес там свое послушание наместникам, и обсуждали этот вопрос на Духовном соборе старцев. Вот, и тогда мы приняли решение не принимать на вечное поминовение, да, но потому что это, конечно, с одной стороны, это звучит здорово, да, вечно вас будут поминать. А кто будет поминать, друзья? В какой-то степени это даже какой-то обман. Это нечестные отношения. Но неужели вот мы сегодня поминаем всех тех, которые записывали своих родственников в 20 веке, в 19-м, в 18-м? Да нет, конечно, правда. Но это просто невозможно. Понимаете, получается просто обман. Поэтому правильно будет, если будет назначаться какое-то более разумное время на 40 дней, на год, на 2 года, на 5 лет, на 10, ну, даже на 20 лет, да, и то тогда это понятно и разумно будет. Но вечное поминовение, я думаю, что это неправильно. И те, кто принимает на вечное упокоение, я думаю, что должны подумать, не следует вводить в заблуждение людей. И принимайте на тот срок, когда вы можете поминать этих людей. Действительно поминать. Не просто взять деньги и сказать, «Все, вечно мы тебя поминаем». Это неправильно. Не по-православному. Я бы порекомендовал ограничить какими-то сроками. Людмила, 70 лет, и город Иваново. Может ли священник сокращать литургию? Вы знаете, вообще у нас есть канон, то есть правило совершения литургии. Конечно, то правило, которое было составлено святителем Василием Великим, а потом его немножко подредактировал святитель Иоанн Златоуст. Есть у нас еще и другая литургия, святитель Григория Двоеслова, который у нас совершается Великим постом. Ну, а вот в основном в течение года у нас совершается литургия Иоанна Златоустова. И она настолько компактная, что там уже, ну и сократить-то больше нечего. Есть у нас еще такая практика, когда, допустим, во время великих праздников не поминают или не совершают поминовения о упокоении. Есть, практикуют иногда сокращение во время Пасхи, Пасхальной недели. Когда, ну, во время Пасхальной недели за упокоение иктиния не произносятся, и там даже иногда сокращают иктинию об оглашенных. А в остальные дни там просто нечего сокращать. Чего там сократить? Просто надо совершать то, что принято и то, что у нас совершается. Поэтому любое другое сокращение, оно не вписывается в тот канон, который нам оставили светляться. Анна, 70 лет, Буденновск. Перед крещением не была на исповеди. Нужно ли каяться за всю жизнь или крещение снимает прежние грехи? Вы знаете, надо, наверное, сразу сказать, что если вы не крещеные, если вы придете к исповеди, а как вы будете исповедоваться? У нас к исповеди приступают православные христиане, крещенные. Вот именно для этого у нас сегодня опять действует или направлено вот такое вот стремление возобновить такое явление, которое называется оглашение. Вот во время оглашения или просвещения человека, который готовится к принятию Таинства Крещения, и надо обо всем этом говорить. И в этом процессе, хотя надо сказать, что сегодня многие принимают это очень даже правильно и с большим вниманием и усердием приходят на эти курсы, так их можно назвать, да, курсы оглашения или просвещения для готовящихся принять крещение. А некоторые просто с таким негодованием, с какой стати я вдруг еще буду ходить на курсы? Я работаю, у меня жена, у меня дети, у меня там еще какой-то бизнес, с какой стати я буду вдруг ходить на эти курсы? И вот идут в другой храм, где не совершаются эти курсы катехизации, вот, и там крестятся. И, конечно, вот об этом, обо всем вы должны поговорить со священником. И вот во время этого просвещения, этого курса катехизации, вы, беседуя со священником, поймете, что и как вы делали неправильно. Но, понимаете, обвинить вас, сказать, что это ваш грех, нельзя, потому что грехом можно назвать только то, что делается осознанно, нарушая те заповеди, по которым вы живете. Вот те, кто был крещен в младенчестве, вот для него уже, конечно, любое нарушение заповедей – это уже грех. А вот для некрещенного это не грех. Он же не понимал, что это грех. Он жил так, как его научили. Поэтому сказать, что некрещенный грешит – не совсем правильно. Грешит тот, кто знает, что так делать нельзя, и что он уже крещен, он православный, и вдруг он нарушает заповеди. Вот это грех. То есть преднамеренно, осознанно нарушение каких-то заповедей, которые вы нарушаете. Но если вас потом, даже после крещения, совесть будет обличать, то, конечно, можно прийти и сказать, батюшка, всё равно я вот крестилась. Есть у нас такое понятие, что в крещении прощаются все грехи, да? Помните, Иоанн Креститель крестил на Иордании? Все, кто исповедовал свои грехи, потом входили в воду и омывались водами. Вот такое вот символическое очищение было от грехов. У нас тоже это происходит, и мы действительно верим, что в крещении прощаются грехи. Но если ваша совесть будет говорить о том, что надо ещё сказать это на исповеди, вот, ну, я думаю, что надо пойти навстречу голосу совести и действительно поисповедить, сказать, не знал, но делал. И тогда вас совесть уже обличать не будет. Благодарю вас, Ладыка. Спасибо, что пришли и ответили на вопросы наших зрителей. Спасибо вам. Как всегда, дорогие друзья, желаю вам всего самого доброго. Пусть благословение Божие пребывает со всеми вами. Пусть благословение Божие пребывает со всеми вами.